рада приветствовать тех любителей рукоделия с вами лариса и вы у меня в гостях на канале ларин фонарик сегодня у меня на канале очередной рукодельный микс буду стараться снимать каждую неделю такие миксы пусть они будут небольшие пусть буду показывать немного но регулярно пока получается пока вторую неделю получается снимает раз в неделю посмотрим как пойдет дальше и так сегодня что будет сегодня у меня в этом миксе будет немного вышивки будет лоскутное шитье но и немного поболтаем в конце о о планах предстоящих проектах и так в первую очередь давайте посмотрим на мою вышивку как она продвинулась я уже прошлый раз вам говорила что в ближайшее время буду вышивать только этот сюжет почему потому что проект иди в крестиках рамках которого я его вышиваю мой проект подходит концу идет последний месяц этого проекта 10-месячного и не хочу сейчас распыляться у меня очень много наборов начато есть много было много финишей но есть много начатышей и хвататься за все я сейчас не буду я по максимум постараюсь продвинуть вот этот сюжет в идеале конечно хотелось бы его успеть вышить но я пока не уверена что мне это получится все-таки сюжет большой год коллекция хоть и на 14 иди но все равно по размеру он довольно приличный и так с прошлого раза как что мне удалось за неделю как вы помните прошлый раз я у меня были вышиты все вот эти вот мордахи и уже была начата герань цветы были практически все вышиты зелень я только начинала в общем я закончила герань думаю что все сложности о которых я наслышана связано наверное в основном с бэком но бэк я пока не делала сами крестики я бы не сказала что здесь сложно вышивала вышивались вышивались грубками такими небольшими до пятнышками но как таковых одиночек пока не было поэтому я для себя решила что не так уж и сложно вышивается герань потом я перешла заполнила вот этот угол фоном то есть тут у меня полностью этот угол уже готов бэк будет в геране б будет мешках но я его пока не делала хочу сейчас по максимум опуститься вниз здесь тоже еще два медведя я их вышивать вот этих вот не буду постараюсь вышить вот этот вот я не знаю бочонок бидончик в котором герань стоит до вышли его по максимуму и попробую насколько у меня терпения хватит вот этот вот весь фон здесь вышить вот а потом уже перейду на одеяло как я вам уже прошлый раз говорила о извиняюсь одеваю штатив хочу одеялко вышить а медведи оставить напоследок я думаю что медведя лата вышиваться быстро для меня главное решить всего то весь вот этот антураж который вокруг медведей вот чтобы пока я не перегорела этим сюжетом в принципе результатом довольно конечно можно было больше но я если шью то я не успеваю вышивать если я вышиваю значит я не шью поэтому приходится искать золотую середину для себя на прошедшую неделю вот поставила как раз у меня была отпускная неделя я подумала что вот надо поставить себе цель у меня цель была подняться и выровнять угол то есть вот эту часть зашить так с большой натяжкой наверное четвертинка у меня уже готова если вот эти крестики переместить вот сюда то без бека четвертинка в крестиках у меня уже сюжета готова так что в принципе могу наверное собой быть довольна за последнюю неделю но и плюс я себе ставила цель сшить детский комплект на подарок мне нужен был я с вами тоже делилась своими планами и вот эти планы я принципе выполнила который себе ставила про вышивку все покажу вам изнанку иногда меня просят что показываете изнанку я не вышиваю идеальной изнанкой но стараюсь огромных протяжек не делать но при этом сильно по этому поводу не заморачиваюсь вот таким образом выглядит изнанка полукрест в 5 3 в 4 сложения у меня здесь разные сложения нитей идет он да и я его вышиваю вот таким образом в одну сторону полукрестом в обратную сторону делаю как это называется гобеленовый стежок гобеленовым стежком потому что все время у меня есть страх что перекосит но в принципе аиду наверное сильно и не перекашивает но вот равномерку меня всегда немножечко косит поэтому вот здесь тоже по привычке вышивала вот таким образом но думаю что не так конечно таким образом уходит чуть больше но зато мне кажется вот этой вот полосатости потом на фоне не видно как вам кажется мне кажется никаких полос не просматривается да и так с вышивкой все как же мне нравится этот сюжет какой он классный особенно одеяло конечно здесь мишки сами по себе классные но и одеяло смотрите какое классное здесь кстати с мне кажется с блоком который берут отца называется по немецки я не знаю как правильно на русский перевести след медвежьей лапы мне кажется как раз такие блоки и квадратики ну классный скворечник тут здоровски в общем буду вышивать пока очень хочу пахал очень хочу дальше вышивать мне все устраивает смотрите в следующем миксе продолжение выживание этого сюжета надеюсь мне будет что показать ну и как уже начала говорить сейчас попробую на максим приподнять штатив шила набор вот так в камеру могу вам показать только наволочку от этого набора подушечку этого набора шила детский набор для мальчика которого зовут леон который не так давно родился у моей коллеги не у нее родился у ее дочери внук родился у моей коллеги с таким звучным именем леон у меня тоже одного из сыновей зовут леон поэтому мне как-то вот прям приятно было шить этот наборчик но и помимо подушечки вот такого вот рюкзачка заплечного мешочка и по совместительству упаковки для подарка еще шилась конечно же основной основная деталь комплекта это лоскутное одеяло одеяло я разворачивать сейчас не буду давайте знаете что сделаем я вам сейчас включу несколько своих влоговых вставочек видео которые я снимала по ходу того как краила шила это одеялко небольшие пару таких кусочков и уже после этого выйду на терраску покажу вам одеяло в полный размер потому что здесь это просто нереально сделать а уже о каких-то мелочах поговорим с вами после этих кусочков то есть уже о самих материалах и нитках устежки обо всех таких технических деталях поболтаем потом и так встретимся через пару секунд и так решила опять поснимать во в логовом режиме давно я в таком режиме ничего не снимала шью детское одеялко давно запланированное сначала хотела шить и из блока огрызок но передумала в последний момент увидела вот такой вот блок трехцветный который как-то там называется какой-то универсальный флик фляк или что-то в таком роде вот и хочу попробовать как раз он не подошел по всем параметрам вот раскраивать детали не очень сложно то есть просто серединке вот такие у меня трехдюймовые будут и для вот этих вот треугольников раскраиваются квадраты по моим подсчетам я сама рассчитывала блок вот увидела только где увидела на ютюбе у кого-то из девчонок мастер-класс похожий вот ну там были другие какие-то размеры я честно говоря даже не смотрела мне для одеяла нужно покрупнее вот и раскраиваю 8 дюймовый блок и его квадрат и его делю вот таким образом на треугольники то есть раскрой элементарный без всяких каких-то сложности без шаблонов вот в общей сложности я раскроила сейчас детали на 36 блоков шила пробные померила в готовом виде он у меня получается 7 дюймов как раз то что меня вполне устраивает вот может кто-то захочет повторить еще расскажу 3 дюйма маленькие квадратики и большие квадраты которые делятся на на 4 треугольника 8 дюймов я раскраивала в итоге 7 дюймовый блок вот вот такая работа у меня сейчас будет идти буду шить как вам ярко ткани передаются на самом деле конечно не такие ужасно яркие чуть при глушении выглядят тут со светом конечно вообще пошла шить через время покажу вам что у меня получилось буду делать раскладку сейчас вот вам не очень понятно как это будет в общем смотреться но на самом деле очень красивый блок когда это все с в полотно собирается полотно очень классная получается продолжаю снимать влог вот так вот я продвинулась пошиве одеяла собрала блоки топ вот такой вот результат получать к сожалению узко тут комнате никак не могу чтобы он целиком показать ну понятно я думаю да уже прикрепила бэк на на пол положила наполнитель и сверху топ изделия в общем буду собирать сэндвич мне кажется хорошо получилось хорошо просматриваются вертушки на 3 синие красные здорово смотрятся мне кажется вот я прям удачно применила этот блок для этих трех тканей тем более у меня больше и не было цветов в этой коллекции всего три и настолько они контрастные друг по отношению к другу что вот этот вот блок идеально подошел я считаю просто идеально бывает так да мы с вами ткани лежат лежат ждут своего часа и в какой-то я вот оттягивала уже вроде бы решила из этих тканей делать одеялко из по по шаблону огрызок от стеганого цветочка но вот что-то меня все равно притормаживала я все думала как же расположить три ткани в воде маловато для огрызка или надо 2 или надо 4 чтобы это смотрелось гармонично как то можно было логично там рисунок распределить а вот 3 как-то не писались без белого было слишком такой темный ток мне не нравилось в общем оттягивала этот момент раскроя и до того момента как вот увидела этот блок и у меня прямо вот кликнуло щелчок произошел ах вот чего ждали эти ткани именно вот этого блока я очень довольна тем как получилось получается одеялко 80 где-то на 96 сантиметров так что отлично мне кажется для детского одеялка как раз размер оптимальный для малыша все буду скалывать буду стягать и конечно же потом вам покажу результат и так вот я вышла на во двор чтобы вам показать все это в натуральную величину в комнате это просто невозможно сделать вот такое вот такая вот подушечка давайте про стежку про материалы я вам расскажу потом уже в мастерской сейчас вот просто показываю вам как это все выглядит наволочка на маленькую детскую подушку она у меня где-то получилось 50 на 35 мне кажется размером здесь я просто синтепон вовнутрь в положила надо конечно сшить подушечку по размеру вот мешочек тоже вам покажу мешочек сшит из остатков вот два оставшихся блока у меня оставалось делала вот такую аппликацию тоже вам потом подробнее расскажу что и как вот сзади мешочек выглядит вот так в принципе мешочек получился двухцветный только вот здесь белая полоса и два квадратика на блоках белой ткани у меня как раз почти не осталось вот подушечка из шести блоков шито получается две такие вертушки середине думала я сделать квадратную из четырех блоков или же из шести все-таки решила сделать прямоугольную тогда обе вертушки и красные и синие хорошо читаются вот сзади отделала просто с запахом здесь вот на запахе сделала такую планочку пришила ее с лица сначала пришила с лица отвернула на обратную сторону подвернула припуск и прострочила опять-таки с лица вот так чтобы с изнанки тоже смотрелось хорошо в этом случае главное просто очень аккуратно заутюжить чтобы потом и на обратной стороне строчка смотрелось ровно вот вот такая подушечка мне кажется она и этой стороной неплохо смотрится маленькую этикеточку пришила ант мэйд фо бэйби появилась возможность такую этикетку пришить для бэби не шью и поэтому лежали мертвым грузом ну и само одеяло сшито из 30 блоков в общей сложности на обратной стороне просто вот эта вот белая ткань размер получился у меня где-то 80 на 96 мне кажется где-то так ну все пойдемте в мастерскую буду уже более подробно вам рассказывать более детально я думаю общее впечатление вы получили от одеяла и покажу вам как это смотрится одеялко в мешочке пока наволочка еще там не лежит поэтому мешочек такой свободненький но когда наволочку положу то уже будет такой прям хорошо набитый видите по размеру как раз я вдоль сложила одеялко пополам и свернула таким рулончиком и как раз она у меня туда поместилась видите отлично и так как и обещала давайте поболтаем теперь поговорим я поболтаю вы послушаете о том как как и что у меня шилось давайте начнем наверное самого одеяло так как я его шила первым а уже потом из остатка вшила все остальное одеяло ткани как я вам уже в прошлом рукодельном миксе рассказывал еще раз здесь повторю для тех кто не видел прошлое видео ткани а у меня голландские от фирмы стенцо сейчас вам покажу как это пишется потому что многие спрашивают вот так называются ткани это вот как раз кромка этих тканей ткани стенцо покупала я их на голландской ярмарке ткани на кочующие ярмарки которая по всей германии у нас по сезонам кочует весенние летние есть и осенне зимний сезон и вернее просто осенне зимой мне кажется они не кочуют вот и покупала очень давно последнее время я их уже не видела на ярмарке если я не ошибаюсь наверное им уже лет шесть вот если я правильно помню думала когда-то когда еще лукас был поменьше думала сошью что-нибудь лукасу какой-нибудь одеяло так они приезжали своим детям не шила а потом уже вроде как и из такого возраста они выросли или он и лукас и в общем так они вот оставались у меня лежали мертвым грузом а тут появилась такая необходимость шить как я уже сказала для внука моей коллеги ирины одеялко так как я думал другим коллегам для внучек для девочек что же шила я думаю вы помните да два похожих комплекта шила я для двух девочек для клары и аурели и естественно было бы с моей стороны некрасиво третьей своей коллеги не шить одеялко поэтому вот уже теперь можно сказать такая традиция у нас коллективе получилось вот и я в прошлом рукодельном микро про ткани да и вот появилась возможность их использовать я уже ей тогда сказала что я сошью у меня как раз лежат давно мальчуковые тканюшки и единственное что я сделала я их постирала это они презентируются как тоже ткани для петчворка но я вижу огромную разницу между теми же например тканями тильда или кауфман или мода и тканями стенцию я вижу большую разницу по мне это ткани все-таки больше не для петчворка наверное больше для постельного белья я бы так наверное их для себя классифицировала вот но так как я думаю для такого именно комплектика детского в принципе то что надо дороже наверное и смысла нету ребенок быстро вырастает раз два там пару лет и уже это одеялко будет ему маленькая поэтому на 2-3 года я думаю вполне себе достаточно этой ткани до хватит я ее постирала постирала отдельно синюю с красной и отдельно белую для того чтобы была равномерная усадка но естественно белую не стала стирать синими чтобы она не полиняла и в прошлом рукодельном миксе я показывала как сильно полиняли ткани как салфетка которая салфетка для стирки которая улавливает все полинявшие краски у меня как она на себя собрала эта салфеточка это я все показывала и в том же видео вам рассказывала что собираюсь наверное шить это одеяло из по шаблону яблочный огрызок от стеганого цветочка ну что-то вот меня прям я уже во влоговом видео рассказывала да что вот все таки какая то есть наверное судьба и провидение оттягивала этот момент раскроя и в какой то момент на одном из видеоканалов на ютюбе я сейчас вам не скажу название но я постараюсь оставить ссылочку под этим видео то есть совершенно случайно мне в рекомендациях попалось это видео я не была подписана на этот канал насколько я понимаю русскоязычная девочка какая то снимает видео но она такое видео да немое без разговора под музыку то есть но есть такой формат многими любимый я например такой формат не очень люблю потому что там часть часто бывает непонятны какие-то мелочи подробности да ну в общем как бы я глянула это видео мне было понятно как этот блок собирается мне понравилась сама идея и вот именно цветовое решение у девушки в том видео примерно такой же она тоже шьет из трех тканей и единственное мне кажется там блоки немножечко поменьше и все это размер поменьше получается но я честно говоря размеры не смотрела да я изначально знала что мне для одеяла нужны блоки покрупнее вот и я взяла просто саму идею у этой девушки то есть вот сам блок да как шить этот блок я в принципе знала и так потому что ну то есть я принцип пошива я поняла он в принципе почти не отличается от того как вот я шила вот эти блоки помните да не так давно я показывала я собирала вот такой вот блок вот такой топ который я назвала плетенка и вот принцип сборки в этом блоке такой же только здесь не вокруг квадратика не по ней прямоугольнички пришиваются как в этом блоке а треугольники а так принцип тот же самый поэтому для меня это новостью не было и и даже принцип стежки потом я взяла такой же как я вот здесь когда я этот этот топ стегала я для себя продумала да я думала как бы так оптимально чтобы как можно меньше в обратную сторону возвращаться со строчкой чтобы постоянно не прерывать как бы такую систему разработать я ее для себя там придумала и тут я ее тоже применила так давайте про материалы наверное да то есть со сами блоки я вам уже вы видели да во влоговой вставочки что и раскраиваться детали несложно единственное остается очень много деталек вот таких у меня осталось видите вот такой мелочевки то есть вот когда от треугольника вот здесь остается такой такая деталь которая обрезается вот эти вот уголки они вот тут вот обрезаются и вот этих уголков у меня целая кучка осталось но это не страшно я считаю что вот такого большого количества одеяла вот такая кучка этих треугольников и вот уж не такая не такие уж и большие остаточки, да, спиносорила тут себе. Их я найду, куда применить. Те же летящие гуси по бумаге можно из этих лоскоточков собрать. Это не страшно. Если вы будете, например, шить такой же блок, но поменьше, то там, тем более, остаточки будут совсем маленькие. Уголочки их вообще не жалко будет выбросить. Блок собирается быстро, легко. У меня на сборку всего топа и на раскрой ушло самое много, наверное, часа три. Так как ткани у меня уже были простиранные, отутюженные, подготовленные, я просто раскроила квадраты по 8 дюймов. Быстренько их по диагоналям разрезала и в общей сложности на 36 блоков это было не так уж и долго, и не так уж и много деталей. Квадратики белые тем более. Еще проще было кроить полосы. Выкроил в четыре слоя я четыре полосы складывала одну на другую и резала квадратики. То есть такая ускоренная, ускоренный раскрой. Каждую деталь, конечно, я по отдельности не краила. Что у меня в наполнителе? В наполнителе у меня наполнитель фройденберг. Я вот его сейчас вот сюда запихала, но я вам его покажу. Я его вместо подушечки в наволочку поместила. Это вот такой вот наполнитель. Я вам как-то в покупках показывала, что ой, да что такое сказочинины заказывала этот наполнитель один шерстяной, а это вот именно такой полиэстеровый. И он, кстати, был совсем недорогой. Что-то 7 евро метр, мне кажется, и полтора метра шириной. Вот как раз на одно одеялко я из него сшила и на еще одно более, ну, чуть поменьше, может быть, получится, но на одно маленькое одеялко еще хватит этого наполнителя. Я не помню, какая классификация. Сейчас, если найду, покажу вам. П-120 у него классификация, объемный флизелин называется, или объемный наполнитель от Фройденберг П-120. Вот, его взяла. Он, конечно, тоненький, легенький, но я думаю, что вот как раз на такое вот летнее одеялко отлично подходит. При этом, видите, несмотря на то, что он тонкий, при его такой неплотной стежке мне нравится, как он объемно смотрится. видите, какая такая объемная довольно стежечка получилась. На обратную сторону я взяла светлую вот эту ткань, я сразу отмерила нужный мне лоскут. Сразу это у меня предполагалось, что это будет бэк одеяло. Топ вы видели, как выглядит. И из остатков синей ткани почти вся ткань у меня ушла на бейку. Остаток бейки. Бейку я сначала хотела пришивать руками, но потом передумала и пришила вот таким балетным стежком трех ступенчатым таким зигзагом, трехшаговым. Мне нравится. Именно на детских одеялках, когда оно часто стирается, когда это постоянно в ходу, когда ребенок его и лозит. все-таки пришитая вручную бейка, мне кажется, не вызывает к такой уверенности. Единственное, что я сделала, я именно на углах с обратной стороны, как всегда, пришила с лица, отвернула на обратную сторону. И вот эти уголочки я сформировала и закрепила ручными потайными стежками. А уже в принципе так-то не проблема бейку пришить, особенно таким швом, когда там не надо куда-то попадать строго в какую-то линию. Но вот уголки мне именно при таком способе всегда тяжело даются именно сзади сформировать и как-то хорошо его закрепить. Поэтому я не стала рисковать. И вот на расстоянии где-то 3 сантиметра в обе стороны от угла ручными стежками уголок сформировала и закрепила. А потом уже пропрошила такой вот машиной строчкой. Нравится мне, как получилось именно бейка. Мне кажется, для детского одеялка вполне себе допустимо. Стежка. Стежку, вот именно стежку одеяла, у меня прям была такая дилемма. Я не могла решить для себя очень долго, какими нитками я буду стегать по цвету. С тяготемной ниткой было бы логичнее, красивее бы смотрелся вверх. Но тогда изнанка настолько она контрастная. А брать наверх и низ разные нитки, вниз, например, в челнок светлую, а сверху темную, я тоже сильно не хотела, потому что как бы строчка не настраивается, как бы машинку не настраиваешь хорошо, все равно бывает, что проглядывает или нижняя вверх на некоторых стежках или наоборот, где-то на утолщение попадаешь и уже стежок немножечко натяжение нити меняется и бывает, что выглядывает. В общем, я этот вариант не рассматривала, чтобы разные по контрастной нитки использовать в челноке и сверху. Поэтому я для себя определила, что я взяла светлую нитку так, чтобы изнанка, стежка на изнанке смотрелась красиво, одеяло все-таки важно, чтобы из изнанки смотрелось аккуратно. И я взяла вот такую вот светлую нитку, она не совсем белая, она скорее всего молочного цвета. это нитка метлер аман зилк финиш катон и она у меня 50 номера. Есть еще такие же нитки 40 номера бывают, зилк финиш, но вот эта большая катушка у меня 50 номера. Я и не так часто пользуюсь, как-то вот не приходится мне часто светлыми нитками стягать, но вот в данном случае она мне пригодилась. Эта нитка, я ее же наматывала, это хлопковая нитка, это 100% хлопок и это единственная хлопковая нитка, которой я стягаю, в которой я уверена, которая не рвется, которая хорошо берет моя машинка и вот я этой ниточкой стягала и снаружи, и снутри, ну в смысле и снизу, и сверху, да. Как я стягала, я вам сейчас расскажу, возможно, для тех, кто вдруг будет шить этот блок и вам будет интересно, как я это делала, я вам сейчас прям буду показывать, как я это делала, да. Сначала все поперечные линии я прострочила вот здесь вот рядом со швами, то есть все одеялко поперек, то есть по длинным сторонам, да, я прострочила вот так вот сверху вниз, а уже сбок, поперечные линии я сразу не строчила, а я их как бы связывала вместе с вот этой стежкой блока, то есть я шла с одной стороны, вот начинала отсюда, доходила до вот этого места, до того места, куда приходит уголок вот этой вертушки, шла на вот сюда на квадратик, потом заходила вот сюда до вот этой парадольной линии, да, вдоль, да, вдоль парадольной линии, возвращалась обратно вот так вдоль квадратика, уходила вот сюда, возвращалась на квадратик, уходила сюда, возвращалась на квадратик и возвращалась к начальной точке, продолжала дальше, то же самое делала на с другой стороне на блоке, то есть так же вот таким образом, как вот я показываю, так я вводила строчку, и продолжала дальше до следующего и вот таким образом я стегала то есть как понимаете двойная строчка у меня идет только вот в этих местах от квадратика вдоль вот этих вот вертушек да вот тут вот у меня двойная строчка только везде в других местах получается в одинарную только вот эти вот четыре отрезка на каждом блоке они у меня в два раза прострочены но в принципе если строчить строчка строчку шаг шаг то сильно вот она не бросается в глаза видите вот конечно видно если приглядеться что в данном случае двойная строчка идет но зато это оптимально зато не надо много делать извиняюсь большого обреза нитей частого потому что вот представьте вот такими короткими кусочками стягать и каждый раз спрятать потом ниточку это и по времени долго и по ниткам нерационально да и в любом случае да так более крепко получается она уже меньше возможности распуститься нитки когда она идет одним одни от 1 целиком вдоль все 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 вот этой вот полосы потом следующую также я делала пару да а уже между этими парами просто проложила прямую строчку то есть в общем по минимуму я для себя так вот этот этот вид стежки так для себя продумала чтобы по минимуму работы и я в принципе очень быстро с ней справилась этой работой для шитья я брала одни нитки иголку то есть я мне кажется бежевой ниткой строчила или светло-серой светло-серой мне кажется ниткой я сострачивала и тонкая иголка остегала естественно иголкой для стежки я беру всегда топ стич и вот это его ниткой ниткой метлер это то что касается одеялка мне кажется я все рассказала да что касается одеяла сейчас его уберу и расскажу вам про наволочку в наволочке была немножко другая история наволочка у меня с обратной стороны стежку не видно поэтому я смогла себе позволить простегать более темной ниткой наволочку если вы приглядитесь вы увидите что конечно по сравнению с одеялом до стежка не такая контрастная то есть ее практически не видно а почему потому что я думала простегать темно-синей ниткой или же красной и выбрала для себя вот такой вариант выбрала для себя вот такую нитку бордового цвета и она классно и ее и на синим сильно не видно и на красном она в глаза не бросается и простегала я вот прям в канавку видите даже там где она по белому идет я постаралась простегать прям вот в канавку близко-близко к шву поэтому она в принципе мне кажется вот очень хорошо здесь смотрится я прям очень довольна стежкой на наволочке прям очень эти нитки кстати у меня наверняка кто-то спросит что за нитки эти нитки вот здесь просто у меня порвалась уже этикетка ну вот я вам покажу вот так называется от фил фирмы коч или коч не на как правильно дуаль дути нас дуал дэйти называется полдить и плюс для ант квелтинг для ручной стежки они идут они у нас продаются в магазинах карштадт для ручной стежки я их не использую я вообще ручную стежку пока еще мне кажется почти нигде не делала но вот есть у меня несколько катушек таких не так здесь 250 ярдов намотка двести двадцать восемь метров ну вот с этой видится уже какой-то значит где-то я стегала этой ниткой потому что видится насколько уже она у меня похудела вперед что-то значит стегала и плюс эту наволочку этой ниткой стегала в общем нравится мне она такая немножко как ващенная да те нитки которые для ручной стежки они прям такие вощеные и чтобы вам не соврать мне кажется это тоже полиэстер 32 процента хлопка идет и 68 процентов полиэстера и она вот такая вот красивая такая толстенькая ниточка и моя машинка ее классно берет и с иголкой топ стич классно берет то есть не рвется замечательно идет поэтому я иногда вот стегают такими ниточками это вдруг если кого-то заинтересует наполнитель здесь у меня другой сюда я взяла хлопковый наполнитель который называется хопс те кто занимается квелтингом знает это американский наполнитель он состоялся у него в составе 80 процентов хлопка 20 процентов полиэстера чтобы вам показать сейчас если найду отрезочки вот нашла из мусорного ведра вытащила обрезок от наволочки до остался кусочек он вот такой вот он плотненький но при этом мягенький классной иглой пробивается это считается насколько я знаю я чаще всего слышу что такой очень часто используют квилтеры для каких-то настенных пану для детских одеял для больших одеял покрывал он конечно тоненькие часто его берут в два слоя если хотят потолще вот но я в данном случае для подушечки мне два слоя не нужны были но мне нужен был именно я побоялась синтетический наполнитель все таки подушечка из подушечка ребенок будет ложиться возможно лицом и чтобы как бы не потело сильно лицо все-таки хлопок есть хлопок мне показалось это более подходящее для наволочки скажем так вот именно вот такой наполнитель я использовала сюда что но на внутреннюю часть наволочки вот так вот я простегала простегала тем же самым рисунком как и одеяло как я вам сейчас показывала здесь у меня трехслойничек на передней части а задняя часть в один слой у меня сшит вот такая вот такой вот такая наволочка с запахом как я вам уже рассказывала здесь вот такая вот обтачка у меня или не знаю как ее назвать из остаточка вшивала не было у меня синий вот этой вот полосы не хватило мне целое не было поэтому пришлось вставлять тут кусочек белый то есть уже собирала можно сказать из кусочков красный еще был чуть побольше кусочек как так как синяя в основной основной остаток ушел у меня на бейку и на одеяло и на наволочку а вот остатки красного пошли как раз на задник этой наволочке ну тоже бейка но тут конечно я все руками пришила на бейки я уже не стала ничего мудрить для наволочки вполне себе допустимая и ручная мне кажется пришивание бейки наволочка все равно как одеялко мне кажется не будет сильно мутызится вот но и уже из совсем остаточка вшила как и прошлый раз как и для девчачьих наборчиков тех кто дав со мной давно вы помните те два набора я вот шила такие такой мешочек такой заплечный мешок или не знаю как его по-русски рюкзачок такой мешочек рюкзачок веревочки сшила тоже из всех остатков не поверите прям вот 20 сантиметровые уже кусочки собирала чтобы сделать вот эти вот веревочки все равно даже на эти веревочки очень много надо смотрите какая длина мне кажется больше полутора метров мне надо было каждого на каждую сторону этой бейки этих веревочек и вот одну сделала синюю из остатка вторую из всех красных остатков пособирала есть вот такая вот кулиска он двойной здесь такой же подклад как и на наволочке из этой же ткани была у меня такая в горошек и яркий в редкий то мне кажется у меня хлопковый сатин хлопковый сатин детская какое-то было для постельного белья такая ткань ну вот два блока которые пробные я шила они у меня кстати в другую сторону развернуты поэтому они у меня в это одеяло никак бы не пошли я сразу неправильно сшивала потом вот взяла по другому методу когда уже сшивала основные блоки в другую сторону развернула всю работу вот видите если сравнить видите в другую сторону в зеркальном отражении у меня детали идут вот и тут я решила блоки один блок перевернула да то есть вот полу вертушки у меня здесь тоже не получается в общем экспериментировала как вот мне понравилось так и собирала аппликацию аппликацию пришивалась при помощи тер как он называется при помощи флиза фикса от фройденберг от фройденберг есть флиза фикс такой паутинка на бумаге на бумажной основе я с помощью нее на на этой основе но в перевернутом виде написала буквы и потом приклеила на ткань и в общем надо обязательно следить чтобы в зеркальном отражении были буквы иначе когда вы приклеите на ткани потом ткань пришлете на пришлете аппликацию будет кверх ногами это надо всегда учитывать но это такие основы аппликации те кто собирается когда-то делать аппликацию это все надо будет сначала изучить пришивала аппликационным швом обыкновенным вот таким вот он похож на отмёточный ручной шов но это машинный шов подобрала нитку в тон такую темно-синюю и уже ей и шила потом весь мешок и аппликацию пришивала ну мне кажется неплохо получилось он вот такой вот получился тоже яркий такой же как и само одеяло как как сам комплект как одеяло с подушечкой сзади я рада что вот целый кусок не надо мне было тут из кусочков собирать на донышко был как раз темный еще кусочек в общем собирала из того что есть и вот по результату у меня осталось вот несколько вот таких вот полосочек полосочек которые сбоку оставались при раскурую восьмидюймовых квадратов то есть вот такие восьмидюймовые полосочки у меня остались и буквально там вот этих вот треугольнички которые я вам показалась ну уже можно какую-то мелкую штучку какой-нибудь маленький мешочек или какую-то сумочку для малыша собрать посмотрю если у меня будет еще желание то может быть что-то пособираю сделаю такую операцию утилизация вроде бы все разговаривали с моей рукодельной зрительницей и подругой ларисой она меня просила чтобы я показала одеялко и с обратной стороны про нитки рассказала и про наполнители вроде бы лариса совсем справилась вроде бы ничего не забыла но если девчонки я что-то забыла рассказать спрашивайте в комментариях я вам подскажу если вдруг действительно что-то еще упустила ну и все наверное на этом с лоскутным шитьем закончим фотографии в конце я вам конечно еще вставлю с этими изделиями сейчас просто хочу с вами немножечко поболтать буквально минут пять поговорю с вами о планах очень часто спрашивают меня в личных сообщениях в инстаграм пишут и в комментариях было спрашивали планируем ли мы что-то в этом году еще шить с девчонками имеется ввиду лоскутная эстафета лоскутная карусель наша которую мы уже два сезона проводили прошлой осенью и весной с Леной Шнайдер с Юлией Решетниковой и с Ниной Мистецкой и могу вам сказать что да мы планируем скорее всего как и прошлый раз 1 ноября будет опять у нас лоскутная карусель будет эстафета будет опять скорее всего но в том же самом формате будет четыре недели на каждого на неделю по изделию каждую неделю будет одна из нас делать какой-то мастер-класс все это авантюрный проект заранее никто ничего не будет знать что будем шить но тема естественно будет подготовка к зиме к Рождеству значит и соответственно будет что-то для декорирования своего дома к Рождеству для подарков подходящие вещи для украшения ну да себя и дома даже сейчас вам точно не могу сказать кто что будет шить потому что это у нас еще еще в процессе подготовки обсуждения но но я обещаю что будет все очень интересно потому что мы приложим все усилия с девчонками чтобы было не скучно чтобы изделия понравились нам это и в наших интересах и в ваших интересах чтобы все шили с удовольствием поэтому мы постараемся чтобы все было как всегда ну и естественно будет опять все бесплатно эстафета бесплатная будет мы сейчас тоже в поисках спонсоров есть несколько предложений но это все такие организационные вопросы которые к первого ноябрю уже будут все известны и следите за моим инстаграм и когда уже будет афиша проекта готова и все даты и все 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 вся информация уже будет известно тогда конечно же мы уже вас официально пригласим на эту эстафету но я для чего вам это все рассказываю для того чтобы вы возможно кто-то заранее уже подготовит какие-то ткани начнет готовить будет присматривать приглядывать у себя может быть пороется поищет подберет чтобы он хотел израсходовать еще в этом году какие ткани только для этого вам рассказываю чтобы вы уже морально подготовились и уже не засыпали меня вопросами о том будет ли эстафета или не будет вот скорее всего в этот раз может быть поменяется порядок я уже буду может быть не последняя эстафете не буду завершать эту эстафету а возможно буду где-то в начале это тоже еще пока точно не решено только предварительно обговорено так что следите за моим инстаграм за за моими сообщениями в инстаграм и смотрите мои видео надеюсь вам не скучно было со мной и вы повышевали пошили под мое видео желаю вам уютной осени наслаждайтесь осенними деньками возможно еще солнышко вас порадует октябрь все таки еще такой месяц непостоянный бывает теплый бывает холодные временами и мы все наверное будем ловить каждый момент солнечный и наслаждаться последними солнечными денечками всем пока всем хорошего настроения побольше времени на свое любимое рукоделие и обязательно оставайтесь здоровы пока в аптеках все 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 они все все